здравствуйте друзья рядом с моим домом находится река ока этим летом она сильно обмелела и на ее берегу я обнаружил интересный камень которого раньше не видел фотографию этого камня я конечно разместил своем инстаграме и в группе вконтакте получил от вас массу предположений что это за камень лишь один человек смог дать точное название его зовут сергей борисов он предположил что это колония кораллов и оказался прав конечно я связался с людьми занимающимися раскопками а точнее ископаемыми и выяснилось что это действительно коралл оказывается много лет назад а если быть более точным то это палеозойская эра которая началась 540 миллионов лет назад и закончилась 250 миллионов лет назад на территории нашей страны была водная гладь естественно кораллы удивительно не так ли мне даже трудно представить сколько лет кораллам которые держу в руках 540 миллионов лет да или даже 250 миллионов лет просто невообразимо что видели эти окаменелости что им пришлось пережить какую историю они унесли собой какая история эти окаменелости ждет впереди в моих руках и на ваших глазах данные кораллы ископаемые интересная группа типа кишечнополосных это колониальные животные строящиеся массивный или как еще говорят клубневидный известняковый скелет виде многочисленных небольших ячеек форме трубочек эти трубочки связаны друг с другом и снабжены большим числом поперечных пластинок когда я впервые увидел этот коралл я честно говоря подумал что это сросшийся труп нескольких животных но присмотревшись повнимательнее понял что это не так считается что такие кораллы больше всего распространены в сибири но встречаются во всех областях нашей страны и это и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Естественно, взяв эту окаменелость в руки, я задумался, насколько это безопасно и нет ли внутри опасных паразитов или каких-нибудь бактерий. Дома каждая такая находка была прочищена и вымочена в белизне. В белизне каждая окаменелость провела от 12 до 24 часов, после чего еще раз тщательно промыта и вновь помещена в воду. Несмотря на такую чистку, каждый кусочек такого коралла имеет разный цвет. Одни белые, другие кремового цвета. Есть еще кораллы с красным оттенком и полностью черные. Это связано с местом их обнаружения. Те, которые черные, были в иле. И, видать, именно ил оставил такой след. Те, которые были в песке, светлые, а красные находились в глине. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так как окаменелость пролежала чуть больше двух недель. Предварительно я сделал тесты воды на ГАШ, ПАШ и фосфаты ПО4. Вот что получилось. Субтитры сделал DimaTorzok 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 В целом можно сделать вывод, что данные кораллы не пригодны для оформления аквариума, но перед тем, как запускать такой аквариум, решил запустить петушка в эту небольшую емкость, предварительно адаптировав его к такой воде. Первое время он сидел под присмотром и в случае необходимости я был готов оказать помощь и пересадить Петю в его основной дом, но ничего не произошло. Рыбка чувствует себя прекрасно, а есть стало еще больше, чем остальные. Делаю вывод. Запускать аквариум в принципе можно, но с умом и очень-очень осторожно. Именно запуску аквариума с окаменелостями и будет посвящено следующее видео. Так что на этом эксперимент не закончен. Все только начинается. Для того, чтобы не пропустить следующее видео, нажимайте на колокольчик на главной странице канала. А у меня на этом все. До новых встреч!